Друзья, сегодня выставка обширная, поэтому вынужден был сделать вторую часть. Сейчас мы находимся в выставке-ярмарке город Кропоткин. Обратите внимание, что выставка своим масштабом вышла за территорию. Вот я стою у ворот, и вот здесь лес. Сейчас пойду по этому ряду пройдемся, посмотрим, что там есть интересного. Голуби, еще голуби, разные красавцы. Хозяина нету. Вот, друзья, кролики. В какую цену зайцы такие белые? А это вы их скрестили с коричневым, что уши такие, да, получились? Нет, нет, нет. Вот видишь, вот белые. Да, да, да. Они линяют. Я знаю, должны быть черные. Ну вот, видишь? Да, да, вот правильно. А теперь смотри, видишь, вот она пошла, белая. Вижу? Она линяет. Белая вижу. А то, что коричневая? Это он полиняет. Бывает белый. Вот он, видишь, как белый. Все ясно. Ясно. В общем, кролик в линьке. Не, 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 не. И почем такой голубь? Какой? А вот что поймали. Ну, он за 600. 600 рублей. Эти по 400, это 400. 400. А эти чуть дороже. Крылья посмотрим. Да, наверное. Да, верно. Молодая. Порассматриваем вместе с вами. Что-то пошло не так. На каждое перо смотрят, не купишь. Да? В какую цену ваши чубатинки? 100 рублей. Вот они, красавчики. А эти почем? Эти 300. Эти 300 уже, да? Здесь пера побольше. Кошматривай, ты говно не. Ага. 100 рублей. Почем такие у вас? Какие? А? Мрамор есть. Мрамор есть. Мраморные. Какую цену? 500. А белые? 350. Это почтовый голубь. Здесь, друзья, в основном голуби сегодня собрались. И кролики. Почем такие петушки? 700 рублей. А курица тоже 700? Да. 2 тысячи. 3 штучки. 3 штучки, 2 тысячи. 100 рублей скидка. Здесь вот и веники, и голуби, и лук-сеянец. Даже лопата с держачком. Но хозяин отсутствует. Ну, летние они. Июнь-юнь. И почем они стоят? 1 200. 1 200-летние вот такие шоколадные. Порося, порося, превратись в карася. Вот, друзья, такого я еще не видел. Здесь. Здесь есть все. Вот я дошел до конца этого ряда. Здесь уже дорога. 2105-80. Спасибо. Сергей Васильевич. Друзья, втискиваемся во второй ряд. Нам надо еще посетить второй ряд выставки. Это я только первый прошел. Здесь все очень плотно. Какую цену ваши голуби? Опа. Черные. Черные. Полторы. Черные полторы. А эти? По 2 тысячи. По 2 тысячи. Красавцы. По чем фазан? Тысяча. Тысяча рублей. У меня один чертки здоровый. Вот такой вот павлин присутствует сегодня на выставке. А вот ты-то уже на бабки снимаешь. Снова голуби. Вот здесь у них водопой сделан и кормление предусмотрено. Видите, и сачок есть. Кому надо, берем сачок, ловим. Потом на выходе взвешиваем, рассчитываемся и едем домой. Хозяин дома мониторит все по вай-фаю. Это такое ноу-хау. Друзья, мне пришлось вернуться к этим павлинам по просьбе хозяина. В общем, смотрите, павлины шикарные. Кого заинтересуют, приезжайте в Кропоткин на выставку. Найдете меня, и я сведу вас с продавцом. Это была просьба продавца. Так что, друзья, приезжайте. И будут вам красивые павлины. Вот с такими хвостами. Вот. Пожалуйста. Будет по двору ходить и красиво петь. Ну, как павлин. Здесь кольца продаются. Любой размер есть. Мужик где-то просил. Проходи в пищу. Как сказать мужик, я мужик. Мужик в пиолет. Машину поехал ставить. Мишка косолапый. Не убивали он сам. Сам? Первый лет. Ты знаешь, бить хуя не летят. У нас или нет ветра, или такой ветер, что уночь. 50 рублей. Маленькие по 30. 50 рублей рыбки, маленькие по 30. А что это за порода? Комета. Комета. И в аквариуме, и в открытом воде. Прекрасно живут и в аквариуме, и в открытом бассейне, даже подо льдом. Зимуют без проблем. То есть, кому надо для декоративного пруда, можете здесь найти таких рыбок. Сейчас я иду по крайнему ряду, возле дороги. Декоративной птицы абсолютно мало. Попугаев нет, канареек нет. То есть, имейте в виду, что в основном это все в первом, максимум во втором ряду. А уже дальше идут куры, голуби, кролики. А вот, кстати, еще тут эти. Караси, карпы. Сейчас узнаем, что за рыба. А что за порода рыбы? Это коя. Коя. Ну, это для красоты в бассейне, да, можно? Да. Вот она и Сашка пришла. И почем он стоит? Здравствуйте, здравствуйте. Сколько стоит такой малек? 151 рыбка. Карп коя. Ну, сейчас предыдущая рыба вроде красивее была. Все, друзья, берем банку и сюда. Вот, набрел я на целую коробку охотничьего фазана. А почем ваш фазан? Хозяин. Ребят, в какую цену? 500 рублей. Голуби слетаются на кормежку. Вот канарейчик нашел. 1800. Молодые мальчики. Еще цвет не набрали, но многообещающие. Будут ярко-желтые, лимонные. Вот такие канарейки тут можно найти. Это вот в крайнем ряду, так что, видите, надо все везде посмотреть. Кто ищет, тот находит. С кинком 23.9 урале. Отмечаем. Картошка. Что ты подорожаешь? Друзья, вот еще репила нашел. Два самца. Вот это все стоило. 200 рублей, вот два последних осталось. Больше нету. Там немножко щеглы. 150-100. Сейчас пойдем посмотрим, что там за щеглы. А вот тут прям красивые. Это, видимо, только недавно поймали. Они вот дикие. Друзья, вот здесь въерок. Тоже как-то я такого ловил. 100 рублей въерок. Так, и вот по соседству еще здесь вся эта птичка 150 рублей. По 150. Вот нашел такое еще. Красоту. У них и корм стоит, водичка налита. Все как положено. Вот еще есть хорошая возможность отснять нормально щеглов. Поснимаем сейчас. 150 рублей. Вот усатая синичка. В какую цену усатая синичка? 300 рублей. Солнышко вышло, тепло стало. Птичка оживилась. Прям такая шустрая все стали. А изначально дождь шел. Снегирь и снегурочка. 800 рублей голова. Снегирь кавказский. Снегирь немножко издает позывочку свою. Вот такое чудо. Друзья, перед нами безщекая карела. Молодая. Вот видите, карела безщек. Цена 3500. Нашел зебровых амадин. Молодые. Видите, кончик клюва черный. Значит, молодой. То есть, у взрослых клюв бордово-красный или алло-красный. А вот пока он маленький, у него клюва-кончик черного цвета. Вот такие вот там один и по 300 рублей. Какие у вас красивые. Купили? Почем взяли? Почем взяли? Опиум. Да вообще, блин. Цена интересная, конечно. А что это за порода? Лайки. И почем они? Лайки по пять. Лайки по пять. У них тихий час. Видите, маленькие уснули. Вот она проснулась одна. А вот, пожалуйста, морских свинок урожай. Морковку. Морковку, смотрите. Уплетают за обе щек. В какую цену ваша собачка? Пять. Пять. А ваши по чем собачки? Это же лайка или кто? Это хаска. Хаска. Пять тысяч. В середине склада я с детьми там стою. Сегодня очень большой выбор подрочных курочек. Друзья, радужная волна молодежи. Цена полторы. Перед нами Розелла Пестрая, Лютинова и Рубиновая. Как назвал, в таком порядке расцветка называется. Здесь вот тоже молодежь. Вот там дальше, на заднем плане Лютиновая, в середине Пестрая и рядышком с нами тоже Лютиновая. Петушки Перепела, 130 рублей голова. Давайте номер. Продиктуем. Я продиктую. А свой? Вы свой, да. 8, 988. 8, 988. 471. 471. 99. 99. 18. 18. Друзья, кому надо, звоните. Перепел всегда в ассортименте. Друзья, вот нашел еще канареек очень редкой породы. Сейчас я вам все потихонечку покажу. Напомните, как это называется? Это как называется? Так, это у нас красный мозаик. Друзья, это перед нами красноголовая лизарда. Такие канарейки рекомендуют содержать парами, потому что у них песня на втором плане. У них своя песня, и живут они самец с самкой вместе. Так, а это перед нами серо-крылый красный мозаик. Смотрим. Здесь у нас пара серо-крылый красный мозаик. Вот такие канарейки попались мне под конец выставки. Здесь португалец орликин, вот сверху, а самочка агата. Чубатый орликин, вот видите, вот этот. А самочка агатовая. Так, а тут у нас всем известная классика. Вот такая красота. И вот подошла наша мартовская выставка к концу. До скорой встречи на моем канале. Продолжение следует. Благодарю вас за просмотр. Всем хорошего настроения. До скорой встречи. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok